Всем привет! С вами Матвей и Алексей. Сегодня у нас новый набор LEGO Ninja Ga. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Когда-то у нас уже был обзор дракона Джея. Вестник Бури. Обзор можно посмотреть на нашем канале. А сегодня мы соберем кибер дракона Джея и сравним их. Сегодня мы распакуем, построим и сравним два дракона Джея. Первый был Вестник Бури. Он выходил в серии LEGO Ninja Ga. По-моему это были Охотники на драконов. И в этом сезоне опять у Джея дракон. Синий дракон, как мы все знаем, Джея главный герой этого сезона. Что мы видим на коробке? И сам кибер дракон. 5 мини фигурок. Кстати, единственный набор, в котором есть мини фигурка цифровой Нии. Вот она здесь. Джей почти в каждом наборе. Ричи у нас уже был. Как зовут вот этого друга? Хауснер. Хауснер его зовут. Вот он, зеленый крысеныш. Давайте посмотрим на коробку сзади. Но, как всегда, несколько сцен. Вот атака. Оказывается, он может еще и стрелять этот дракон. Ну, что еще? Подвижности. Здесь показано все у ногами в наборе. Вы уже знаете, что коробки мы открываем аккуратно. Мы их не рвем. А при помощи ножичка надрезаем вот эту сторону. Давай попробуем. В коробке оказалось 4 пакета. Небольшая бумажка с наклейками. И также красочная инструкция. Инструкция, кстати, не очень толстая. Сколько тут страниц? Сейчас мы посмотрим. Как всегда, сзади реклама. Вот этот постер нам уже хорошо знаком. Здесь вот все наборы. Почему они не печатают набор с драконом? Кстати, дракона у Нигами у нас в магазинах еще нет. Я не знаю, как в России. А у нас их в магазинах нет. Можно только купить на официальном сайте Лега Ком. Ну, здесь еще всякая реклама. Легаси. Этот у меня есть. Тра-та-та. Это мы тоже скоро покажем. 77 страниц. И то на 77-й уже вот он стреляет. Ну, инструкция, как всегда. Красочная, подробная. Все хорошо видно, с чего начинать, как этим пользоваться. Ну, и, естественно, что в каком пакете. А вот тут Кейтана. И в этом наборе желтая Кейтана. Да, совершенно верно. А мы приступаем к сборке и вернемся после того, как все будет готово. И мы дойдем до страницы 77. Субтитры сделал DimaTorzok На сборку у нас ушло примерно 2 часа. Мы вчера показывали в прямом эфире сборку. Пообщались с нашими зрителями. Спасибо всем, кто участвовал и писал свои комментарии, задавал вопросы. Если вам понравился эфир, ставьте под этим видео лайк. И мы продолжим наши эфиры вместе со сборками и с ответами на вопросы. А также мы передаем привет всем участникам и всем, кто нас вчера смотрел. И всем, кто смотрит нас сейчас. На стриме ребята нас просили обратить внимание на то, что в этом наборе зеленый ключ. Но он не совсем зеленый. Он как бы бирюзовый. Ни зеленый, ни синий. Ну, такого странного цвета. В общем, выполняем вашу просьбу. Вот мы показываем ключ. И он не оранжевый, как обычно, а бирюзовый. Начнем мы с главного героя этого сезона. Как вы все знаете, это Джей. И точно такая же фигурка была в наборе Киберрынок. Все то же самое. Ничем она абсолютно не отличается. Мы снимали обмундирование. Все абсолютно то же самое. И почти такой же точно. Ну, по крайней мере, мини-фигурка такая же была в наборе. Игровой автомат Джей. Единственное отличие это джойстик белый. А в игровом автомате он был золотой. Да. Следующую фигурку, которую я хотел бы вам показать, это Унагами. Многие задавали вопросы на стриме. Просили его показать со всех сторон. Те, кто следили за вселенной Nexonite, они знают вот это оружие. Вот эти наконечники там были. То есть здесь ничего нового нет. Это взялись Nexonite. Все красиво, все хорошо. И сам Унагами. У него белая прическа. Такая же прическа попадается в этом сезоне у Акина. Только волосы у него черные. Там, кстати, резинка, по-моему, тоже красная. Ну, в общем-то, сама деталь такая же точно, только отличается цветом. Ну, такой бороды, я не знаю, у Деда Мороза только была такая борода, скорее всего. Нет. Нет? У Деда Мороза другая? Нет. Ну, значит, это новая деталь. Да, на стриме мы показывали, как он выглядит с таким лицом. И вот так он выглядит со вторым выражением лица. Очень качественно сделан принт. Вот этот наплечник только у Унагами. У всех остальных наплечники с держателями для табличек. То есть они большие, массивные. Туда можно две катаны поместить. И также табличку мы уже выяснили у героев. Таблички желтые, а у злодеев красные. Очень красивая фигурка. Мини-фигурку цифровой НИИ можно встретить только в этом наборе. Она эксклюзивная. И вы ее не встретите больше ни в одном из наборов. Давайте мы ее подробно рассмотрим. У нее такое же самое оружие, как у Джея в игровом автомате. Только джойстик белый. Все остальное такое же, как у остальных ниндзя. Табличку можно снять. Можно снять вот эти две катаны. Вот они крепятся сзади. По-моему, даже видно, что у нее накрашены губы здесь. На теле можно рассмотреть узел, на ногах. Все красиво нарисовано. Если присмотреться, то здесь видно даже что-то вроде чешуи, наверное, или кольчуги. То есть это так четко все прорисовано. Можно это все прекрасно здесь, на этой мини-фигурке рассмотреть. В той же самой стилистике выполнены, как и остальные цифровые ниндзя. Сзади все тоже красиво и хорошо. Тут же пояс, вот эти цифровые всякие дела и кольчуга или чешуя, как хотите. Но больше похоже на цифровую кольчугу. В этом наборе одна кейтана, желтая, специально подставки, такая же, как и во всех остальных наборах. И еще два злодея в этом наборе. Ричи. Всем нам хорошо знаком. Вот он розовый. Он у нас был в наборе Киберрынок. Мы его уже там подробно рассматривали. Здесь тут же самый... О, я уже сломал. Я сломал его летающий скейтборд. Или что это? Лайфборд. Лайтборд. Ричи такой же самый. Если вы хотите посмотреть обзор, зайдите в наш плейлист набор Киберрына. К тому же о Ричи говорили. Здесь точно такой же он. Все то же самое. То же самое оружие, как и там. Ничем он не отличается. Здесь ему дали летающий серф. Ну, что-то в этом роде. Здесь типа пламени. Он вроде как летает, перемещается по воздуху или по вселенной, по цифровому миру. И дополнительно он оборудован двумя бластерами, которые могут, конечно же, стрелять. И сейчас я стрелять, конечно, не буду. Вы все прекрасно знаете, как эти бластеры стреляют. Новая фигурка, которая добавится нам в коллекцию. Это, как его зовут, Матвей, скажи? Хауснер. Хауснер. Я сломал очередную деталь, отломал, как всегда. Руки, крюки. Так это было, да? Или вот так. Да. Ну, я вам скажу, что она не очень крепко здесь сидит, вот эта деталь. Поэтому она так быстро вылетает. Ну, тоже оборудована каким-то реактивным мотором. Все это очень хорошо должно и быстро летать. Кстати, цвет, обратите внимание, такой же, как цвет. Телани, который пришел из Лего Фрэнс. И сам Хауснер. Посмотрите на его меч. Ну, не на джойстик, а на сам меч. Он вроде как лед, вроде как цифровой. Но этот меч хорошо вы знаете из, правильно, Nexonites. Табличка красная, как у всех злодеев, череп, здесь какая-то надпись. А так выглядит мини-фигурка без обмундирования. Желтые штаны. Блестящие элементы, наколенники. Вот здесь типа блестящих ботинок. Пояс, все хорошо, прекрасно прорисовано. За поясом кусок сыра, ну, как и положено, крысе. Голова, это цельная деталь. Точно так же, как и у Ричи, мы рассматривали в наборе Киберрынок. Можете посмотреть, перейти по ссылке, вот здесь вверху. Но только в таком зеленом, грязно-зеленом цвете. По-моему, где-то нам уже попадался этот цвет. Ну, в общем, это все одна цельная деталь. Виртуальные очки с наушниками. Все хорошо. И как он выглядит сзади, всем уже интересно. И посмотрим, по-моему, что-то вроде бронежилета. И сердечко, посмотри, у него сзади на поясе сердечко. Как оно сюда попало, непонятно. Но посмотрим сериал, увидим, к чему вот этот момент здесь. Вроде войны, серьезные ребята, а за поясом у него сердечко. Класс. Точно, Матвей мне только что напомнил, что вот этого цвета был Апокалипс Град. И Статуя Свободы была в этом цвете выполнена, да? Да. Которая там была развалена. Да-да, вот он, этот цвет. А вот и главная постройка этого набора. Кибер-дракон Джея. Я вам скажу, надо рассмотреть его со всех сторон. Начало внимательно, да? Немножко это опустилось. Это все шевелится, все поворачивается. Кто-то говорил, я смотрел некоторые обзоры, что это лучший набор. Вполне возможно. Вполне возможно, что это, ну, по крайней мере, один из лучших драконов вообще Лего-Ниндзяга. Пока я смотрел на коробку, он мне не очень нравился. Но после того, как Матвей его построил, а строил он его в прямом эфире, и много было зрителей у нас, все смотрели. Всем очень понравилось. Наверное. Когда Матвей собрал дракона, конечно, ребята, это поразительно вообще. Это, это что-то неописуемое. Во-первых, он, он очень хорошо сбалансирован. В том плане, что соблюдены пропорции идеально. То есть, тело, ноги, хвост, голова, все выполнено, ну, просто шикарно. Как это удалось сделать инженерам? Смотрите, как движется голова вот такими цифровыми движениями. Основание шеи может двигаться так, и также может двигаться сама голова. И она может еще поворачиваться точно так же в бок, вправо, влево. Рот открывается тоже. Прикольное решение сделали. Поставили сюда два кинжала. Не стали никакие белые там или еще какие-то элементы зубов сюда ставить. Ну, поставили два кинжала. Очень круто смотрится. На спине у дракона размещаются два седока. В данном случае это Джей и Ния. Возможно, он ее откуда-то спасает. Или куда-то они вместе летят. И позади Нии, на спине у дракона, есть специальная кнопка. Как они это сделали, я не знаю. Но если нажать на эту кнопку, вот эти две стрелы под шею у дракона вылетают. Да, еще хотел обратить ваше внимание на то, что ноги еще и в эту сторону можно игнуть. А также в суставе она гнется. Здесь шаровый шарнир. И можно в любую сторону. Интересные пальцы они придумали. Вот. Они, кстати, тоже двигаются вверх-вниз. То есть он настолько подвижность у него повышенная, что не знаю, как мы будем сравнивать его с предыдущей версией. Не цифровой. Это очень сложно. Да, сами крылья. Если посмотреть издалека, то он похож на стрекозу. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Снабдили его двумя турбинами, при помощи которых он может еще и быстро-быстро перемещаться в киберпространстве. Хотя, по идее, там должны быть какие-нибудь порталы, при помощи которых они перемещаются. Но, видимо, как порталы, когда закрыты, можно перемещаться на таком турбированном кибердраконе. И это еще не все. Сейчас внимательно смотрим на тело дракона. Оно тоже поворачивается. Оно складывается пополам. Вот, например, можно имитировать ходьбу ящерицы. То есть, тело выполнено из двух частей, между которыми два поворотных шарнира. И можно вот так тело его изгибать. Да, ну и крылья имитируют. Если вот так их подрыгать, имитируют полет стрекозы. Единственное, что мне не понравилось в этом драконе, это хвост. Он как-то выполнен, но он очень слабо. Слабо для такой конструкции. Могли бы взять конструкцию, вот видите, она и вылетает периодически. Почему они не взяли хвост предыдущего дракона, вестника Боря? Я не понимаю, зачем. Ну вот это дешево. Это было в маленьком, недорогом наборе золотой дракон. Такая же самая конструкция хвоста была у золотого дракона Ллойда. Но он был совсем небольшой. И в силу этого сделали. Ну как могли, я не знаю. Или как позволила конструкция, чтобы соблюсти пропорцию. Вот взяли просто хвост из этого дракона, сделали его, добавили пару элементов и сделали из него хвост для этого дракона. Но это нет. Вот это самый большой и единственный минус в этом драконе, это его хвост. Потому как в вестнике Бури, в вестнике Бури было, конечно, решение шикарное. Вот с этим хвостом могли бы использовать эту конструкцию. Ну почему нет? Я понимаю, что это уже прогресс, все. Но вот этот хвост, это шаг назад. Что мешало создателям здесь вот этот хвост поместить? Ну или такого плана? Ну что-то в таком ключе, я не знаю. Ну придумать что-нибудь. Ну зачем брать из дешевой, маленькой версии вот эта вот конструкция у хвоста и вот это, конечно, да. И вот это все время выпадает. А вы знаете, они даже чем-то похожи. Вот, например, если взять, например, брови. Есть что-то общее, да? Вот оскал, вот эта челюсть открывающаяся. Что-то есть просто переработанное, но есть в них что-то общее в этих драконах. Вот эти элементы, которые здесь стали белыми. По размерам они, в принципе, одинаковые. Ничем они не отличаются. Но конструктивно, конечно, кибер-дракон ушел на шаг, а то и на два вперед. Здесь было однозначное решение. Просто сделали тело, как у классических драконов. Ноги, все красиво. Да, кстати, обзор этого дракона можно посмотреть на нашем канале. Мы его делали, наверное, год назад или когда. Зайдите в плейлист. Мы оставим ссылку в описании под этим видео. Этот дракон нам, конечно, понравился в свое время, но прогресс не стоит на месте. И цифровые технологии, а также кибер-дракон, вытесняет своего предшественника. И, конечно же, он намного круче и функциональнее своего предшественника. Единственное, что я могу вам предложить, если кто занимается самоделками, мы не занимаемся так особо. Может, Матвей придумает какой-то сделать апгрейд хвоста. Просто, ну, это недостойный хвост, скажем, этого дракона. Вот так. А так дракон шикарен. Он претендует, действительно, этот набор претендует на первое место. Когда мы сделаем все обзоры, мы, конечно же, сделаем наш ТОП-5 или ТОП-3 набора 12 сезона. Но пока спорно. У нас еще будет тюнинговый автомобиль Скотта. Еще у нас будут ребята на мотоциклах и на самолетах. Реактивный самолет Кая, да, называется набор. Обязательно будет у нас в программе. Возможно, даже, что мы будем его собирать в прямом эфире и общаться опять с нашими зрителями. Но поживем, увидим. На этом все. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. И не забудьте про канал Матвея МГеймс, где вы можете посмотреть прямые трансляции игры Fortnite. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok